Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о выполнении достижения фанат-фантазмы. Достижение делается в Таргасте, как в обычных крыльях, так и в извилистых коридорах. Само собой, когда мы проходим Таргаст, мы латаем валюту, фантазму, за нее покупаем улучшения, мы тратим ее на покупку различного трансмога, игрушечки, в общем, есть ее куда тратить. Ну а для ачива нам нужно собрать ее 250 тысяч. В Таргасте почти год, я играю активно, Таргаст чищу активно, но ачива не сделана. То есть тратить еще примерно столько же времени ради выполнения ачивы, ну не хочется. Хочется как-то закрыть ее довольно-таки быстренько и довольно-таки легко. Имеется способ, легкий реально, который позволит нам завершить достижение, ну за несколько часиков. Что нам нужно для этого? Нам нужно зайти в Таргастик, нам нужно все прочистить до пятого этажа, пятый этаж нынче ластовый. Если мы не учитываем адамантовые хранилища, и нам потребуется мучение под названием нестабильная фантазма. Да, были добавлены мучения, которые усложняют нам жизнь в Таргасте, но можно пользоваться ими во благо. Время от времени появляется вор, который пытается скрыться с вашей фантазмой. У нас есть число фантазмы, 476 на текущий момент, и воруется, по-моему, 20 или 25%, примерно как-то так. Если моп скроется, если мы его не убьем до завершения коста побег, то мы потеряем фантазму. Если же мы убьем этого мопца, то мы возвращаем себе фантазму. Возвратив себе фантазму, мы делаем критерии для достижений. Также можно увеличить получаемую фантазму. Имеются способности анимы под названием нестабильная приманка для фантазма. Одна такая штучка увеличивает количество получаемой фантазмы на 25%. Две штучки на 50. Ну а логично, что 3 на 75. Также имеется замечательный легендарный предмет, легендарная мощь, приманка для фантазмы. Увеличивает объем получаемой фантазмы на 25%. Мы можем призвать демона фантазмы, который бросится бежать в случайном направлении. Если его убить, то объем получаемой группы фантазмы увеличится еще на 10% на 1 минуту. Ну, как-то он слабенько вылазит, скажу я вам. То есть трог у него довольно-таки малый. Поэтому мы только вчитываемся те первые словечки. А именно увеличение получаемого объема фантазмы на 25%. Это круто, это классно. То есть моб, я надеюсь, скоро вылезет, сворует у меня фантазмы, ну там 80-90. А я верну себе намного больше, ну где-то 100%. 50-170. Сейчас мы все проверим, будем ждать. Окей, вылез моб. 476 фантазмы было изначально. 357 осталось. 25% вот так получается примерно. Ну, примерно да. Биом мобца у него не так много хп, то есть 1100. При 41 способности аниме это сделать нетрудно. Было 476 фантазмы, стало 609. Замечательно, замечательно. Ну и, конечно же, в ачивочке все это выросло. Что скажу от себя? В тот момент, когда вы заходите на пятый этаж, не стоит покупать у брокера улучшение. Я вот сглупил и немножечко купил. И изначальное число у меня было малое. То есть его теперь нужно разгонять, разгонять, чтобы больше воровалось, ну и, соответственно, больше возвращалось. То есть, чем больше у вас будет фантазма к тому моменту, когда вы придете на пятый этаж, тем быстрее вы сделаете эту ачиву. Вот, ну, как-то так. Я надеюсь, мысль вы поняли. Если же есть какие-то вопросы, то, само собой, можете задать их в комментариях. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.